Федеральная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» стартовала по всей России с начала 2019 года. Ее цель – помочь людям предпенсионного возраста оставаться востребованными на рынке труда. На эти цели Ивановской области из федерального бюджета выделяют 24 миллиона рублей. Эта сумма будет поступать на реализацию программы ежегодно. В планах до 2024 года переобучить 2130 жителей региона – граждан предпенсионного возраста. К этой категории сейчас относятся мужчины старше 55 лет и женщины старше 50, работающие на предприятиях или не занятые в поиске работы. План на 2019 переобучить не менее 355 человек. Работодатель сам заключает договор с учебным заведением, направляет туда работников на обучение. И по окончанию этого процесса, по предоставлению всех документов, что работники прошли и получили соответствующие навыки, через службу занятости идет компенсация всех произведенных затрат работодателя. Что касается граждан, которые обращаются, то это прямой договор через службу занятости населения. Здесь нет каких-то приоритетов, здесь могут участвовать все желающие. И мы даже уверены, что это будет не 355 человек в течение года, а гораздо больше. Но это все в теории. На деле же в службу занятости регулярно обращаются предпенсионеры, желающие пройти переобучение, но пока безрезультатно. К нам в редакцию обратился 52-летний Ивановец. С декабря – обивающий пороги организации, ответственных за реализацию программы. И с надеждами мне сказали, что по этому вопросу лучше всего обратиться в центр обучения. На улицу Большая Воробьевка пошел туда. Там мне объяснили, что за указ президент поступил, документы из Госдумы поступили, но они не знают, как ими пользоваться. Поэтому все это отправили на рассмотрение в правительство Ивановской области. И у них было более 80 вопросов по решению данной проблемы. Программа начала работу еще два месяца назад, но получается регион дальше бумажной стадии пока не продвинулся. Техническая работа по подготовке нормативных документов. Вот у нас программа именно по этому направлению была уже утверждена областным правительством 23 января текущего года. Но кроме программы нужна проработка с предприятиями, чтобы, значит, общее количество тех работодателей, которые пожелали принять участие в этой проекте, сегодня 76 предприятий. Кроме этого, нужно определить было список приоритетных, наиболее востребованных профессий. Он тоже на сегодняшний день составлен и доведен до всех муниципальных образований. Когда же на деле начнут работу с обратившимися предпенсионерами по оптимистичным расчетам Комитета по труду? Совсем скоро. На сегодняшний день все документы, которые требовались для этой программы, 90% из них подписаны, в настоящее время уже проходят в правительстве согласование порядков финансирования и компенсации. И вот реализация этого проекта, она начнется буквально в самое ближайшее время, я думаю, что не позднее первой декады апреля месяца. Реализация программы в Ивановской области, хоть и с небольшой задержкой, но все же движется. Желающим расширить профессиональные возможности и имеющим на это право людям, осталось подождать еще порядка двух недель.